Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Помните, о чем он молился? Очень важно запоминать это. Молиться этими молитвами, которые основаны на Божьем Слове. И Павел молился, чтобы, как Лариса сказала уже, что Бог просветил глаза нашего сердца. И вы знаете, это работает. Не знаю, как у вас. Я не могу сказать, что это вот, ну прям, так мощно ворвалось сейчас в мою жизнь, но... Но все равно что-то Бог начал открывать. Такие маленькие какие-то... Как бы понимания стали приходить ко мне лично. И у меня было очень такое неприятное детство. Мои родители, они были без Бога. Мои родители, они были без Бога. И они жили, ну такой, ну, безбожной жизнью, можно сказать. Они не были какими-то бандитами, они не знаю, кто-то... Но они заботились обо мне. Но присутствовала... Присутствовала власть и господство дьявола в жизни. Они не были под Божьем с господством. И они были поэтому под господством дьявола. И я учил из них, оказывал огромное влияние на мою жизнь. И помимо этого, те времена, в которые я вырастал, 90-е годы в Казахстане, это было ужасное время, которое также оказало такое очень негативное влияние на моё формирование моей личности. И Бог так как бы немножко обратил мой взгляд на то время, вот как бы, ну, вернул меня в моих мыслях, в моих переживаниях в то время, имея сегодняшнее, как бы, откровение и знание. И он говорит, уже тогда, будучи, вот когда ты был в таких стеснённых обстоятельствах, и он говорит, что именно те, которые, которые в таком состоянии были в таком состоянии, в таких вот обстоятельствах, которые были вокруг тебя, так на тебя влияли, так тебя уничтожали, и я тебя видела другими. И это меня, знаете, так, буха, так как-то вот, что-то во мне так взорвалось внутри. И, вы знаете, что-то из-за меня в том состоянии, в котором они сейчас находятся, потому что я тоже был в очень ужасном состоянии. Но Бог видел меня совсем другим, уже тогда. Понимаете? И я думаю, что это и есть просвещение глаз моего сердца, которое происходит, что Бог даёт возможность видеть по-другому. Поэтому очень важно молиться этими молитвами. Это меняет твоё отношение ко всему. И вот Павел молится в третьей главе эфесянам ещё раз. И говорит, чтобы мы все укоренённые, утверждённые в любви, вместе со всеми святыми, могли понять ширину, длину, высоту, глубину любви Христа, и могли познать эту любовь, которая превыше человеческого разумения, молюсь, чтобы ваша жизнь преисполнилась всей полнотой Божьей. И говорит, что мы должны обидеть в целом жизни, и чтобы мы должны найти это христианство, в каждой высоты, в каждой высоты, и чтобы мы должны понять эту любовь и понимать, которую мы не смогли понять, в том, что мы никогда не понимали, чтобы это грехе, которое нам не обидел, что Бог нам предупреждает. Знаешь, если мы смотрим человеческий, как я уже сказал, если мы смотрим в человеческом, Наш человеческий разум говорит, эти люди никогда не способны прийти к Богу. Они погрязли в своих грехах. Их ничего не интересует. Они не хотят ничего слышать. Они не хотят ничего слышать. Я был таким сам лично. Отвергал Бога, говорю, мне он не нужен. И если бы, ну, по-человечески, меня бы, ну, списали бы давно. Многие, наверное, так и сделали. Но любовь к Христа, она выше нашего разумения. И она продолжала дальше сточаться и бороться. И в 20-м стихе написано, А тому, чья сила действует в нас, и кто может сделать гораздо больше того, о чем мы просим и помышляем, добудет вся слава из поколения в поколение, навеки через Иисуса Христа и Церковь. И в 20-м стихе написано, здесь написано, но, как бы, из поколения в поколение. И Бог, он видит не только нас с вами. Он видит поколения. И когда мы уйдем с этой земли, он будет продолжать свое действие. Мы просто связное такое звено между одним поколением и другим. Очень важное звено. Очень важное звено. Потому что, если звено одно ломается, то цепочка перестает быть связана между собой. И Бог, как бы, вернул от меня вот в то ужасное время моего детства, вот в это время таких вот скандалов, каких-то насилий, которые мне приходилось видеть очень часто в своей семье. Вот это вот насилие, гваль, которое я видел почти каждый день. И он говорит, а я в то время видел не только тебя, но твое наследие. Он твое поколение, которое будет после тебя, которое будет жить в Боге, счастливо, в радости. И он говорит, что я, как я, то есть его намерения, они во благо, они во зло. И они очень сильно отличаются от всех мыслей людей. И он хранит, или он хранит, или он хранит, или он рисует, или он не в любви, и не в любви. И он из поколения в поколение. И он опять возвращается. Мы идем дальше. Мы идем дальше. И в Ефесянам 4 сегодня наша такая цель пройти. И heute ist das 4. Kapitel, unser Ziel. Давайте начнем просто читать. Пangen wir einfach mal an zu lesen. Я, находящийся в заключении ради Господа, умоляю вас, раз вы призваны Богом, то живите достойно вашего призвания. Ihr wisst, dass ich für den Herrn im Gefängnis bin. Als sein Gefangener bitte ich euch nun, lebt so, dass Gott dadurch geehrt wird. Er hat euch ja berufen, seine Kinder zu sein. Будьте скромны и клотки, относитесь друг к другу с терпением и любовью. Überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig, geht in Liebe aufeinander ein. Наверное, Павел не очень был кротким и смиренным, поэтому в тюрьму попал. Wahrscheinlich war Paulus nicht gerade sehr freundlich und geduldig, deswegen ist er im Gefängnis gewesen. Ну, это так, шутка. So ein kleiner Witz. Знаете, он говорит, раз вы призваны Богом, wisst ihr, er spricht, wenn ihr schon berufen seid vom Herrn, also zu ihm berufen, das ist der Teil vom Herrn, den Erschung und Tana. Er bringt uns, er bringt uns, er bringt uns die Möglichkeit dazu, dann lebt nach seiner Berufung, so dass der Herr dadurch geehrt wird. Das ist unser Teil. Das ist das, das ich von meinem Teil, oder von was meine Missionen dem Punkt ist. Und wie man das macht, praktisch. Und er sagt, das beschreibt den zweiten Vers. Nicht überheblich zu sein über anderen. Быть кротким. Und freundlich zu sein. Ну, da, может быть, ok, freundlich тоже хорошо. И относитесь друг к другу с терпением и любовью. Und geduldig zu sein. Und in der Liebe aufeinander eingehen. То есть, другими словами, наша жизнь, наши поступки, наши отношения друг к другу показывает, насколько достойно мы живем призвания Божьего. Also können wir daraus resultieren, wie unser Umgang gegenüber anderen ist oder wie unsere Beziehung zu anderen steht oder wie wir einfach leben, wie unsere Einstellung ist. Danach können wir beurteilen, wie sehr wir den Herrn denn ehren mit unseren Taten. Seid ihr damit einverstanden? Понимаете? В две части. Weil es gibt heutzutage solche Theorien. Mir приходится очень сильно себя смирять, чтобы не начать просто вот знаете гнать это все и ругаться просто против этого. Потому что меня это очень сильно раздражает. Oft muss ich mich selbst zurückhalten, damit ich das nicht so hinaus aus mir raus bringe, weil mich das sehr beunruhigt. Такой гнев и раздражение вызывает внутри меня. Diese Theorie bringt so eine so eine Wut schon fast in mir hervor. Главное, чтобы ты вот провозглашал, что Иисус твой Господь. Das Einzige, was wichtig ist, dass ты proclamierst, что ты не отрёкся от Бога и что ты не отрёкся от Бога. А оставь грехи, которые у тебя есть в твоей жизни. Но если ты не можешь по-другому, у тебя нет сил с ними справляется, ничего страшного. Иисус через крест всё это исправит. gar nicht weiß, wie du davon wegkommst. Das ist nicht so schlimm, weil der Jesus ist ja für dich gestorben, und deine Sünden wurden ja vergeben. И у некоторых это уже дошло до того, что человек просто, он не то, что живёт в миру, он умирает в алкоголе и во всех каких-то ужасных вещах. И там даже применяется вот эта теория, что он якобы в таком состоянии будет спасён, если он не отречётся от Христа. Вы знаете, но это всё führt dazu, что люди даже не только себя так comportат, что они константно судьбят, sondern что они уже отрежут от алкоголя или дров или они не отречётся от Христа. Так написано, вера без дел мертва. Так же как тело без духа ничего не может сделать, не может принести тебе никакой пользы, никакого результата. Это просто труп, который лежит и он ни на что вообще никак не способен. Ляйся. это это лежит лежит и не для хорошо. Ему еще надо что-то с ним сделать, ну, чтоб он не мешался. То есть вера без дел мертва, она не то, что ничего хорошего не приносит, никакой пользы, она еще и приносит какой-то груз с собой, понимаете? И отречься от Христа, это не просто провозгласить вслух, Христос, я больше от тебя ничего не хочу, ты мне не нужен. Написано, дела их свидетельствуют против них, почему придут люди ко Христу и будут говорить, Господи, Господи, а он им скажет, отойдите от меня, я никогда не знал вас, делающие беззаконие, так написано в Библии. Он говорит, не все приходящие ко мне, Господи, говорящие, Господи, Господи, войдут в царство. Поэтому вот эти все теории, это настолько бредполые. Будьте скромны и кротки, относитесь друг к другу с терпением и любовью. Это касается каждого из нас. Это каждый работает над собой. И дальше написано, в 3-м стихе, «Делайте все возможное для того, чтобы скрепить свое духовное единство узами мира». То есть во 2-м стихе Павел дает необходимые качества, характера, для того, чтобы мы могли строить это единство. Это необходимое условие, обязательное, которое должно присутствовать в жизни христианина. И дальше он говорит, делайте все возможное еще делать. То есть во 2-м стихе, это необходимая часть, необходимая, как бы, нотвенти, да? Умбитым мустос-сайн, sonst kannst у них вот это духовное единство строить невозможно без этих качеств характера. Есть люди, которые приходили сюда, и они были такие верующие, и даже такие горящие, и у них все так было, ну... Но у них не было кроттости. Но у них не было кроттости. Но у них не было кроттости. Не было спокойного характера. У них не было что-то против, все не так. И такие люди не могут находиться. в общине, в геманине. Они рано или поздно их выносят отсюда. Потому что они не могут скреплять это духовное единство. У них нет необходимых качеств характера внутри себя для того, чтобы это сделать. Вы не можете в этой духовной объеме, потому что они эти важные факторы, которые христили не в себя. Делайте все возможное для этого. И делайте все возможное для этого. Здесь просто, ну, такая ширная сфера, которая открывается. Можно все, что угодно делать, чтобы это приводило нас в единство. Дух один и тот же и тело одно, так же, как и надежда, которой вы были призваны одна. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог, Отец всех. Он стоит над всем и действует через все и во всем. Один Дух, в котором мы находимся. И одно тело, это также опять разбивает вот эти фальшивые такие теории, учения, что нам не нужна церковь. Можно дома поклоняться Богом. Я скажу, что дома необходимо поклоняться. Но эту часть важную, которую здесь описывает Павел, нельзя просто так игнорировать. Одно тело, это означает тело, мы собираемся телесно друг с другом. Мы собираемся, что дух и душа, они с нами, слава Богу. Но мы здесь присутствуем лично в нашем теле, в теле нашем. Один Господь, одна вера, одно крещение. То есть нам нужно понимать, что мы все в одном, мы все в одном и к этому стремиться. Как мы читали в предыдущем стихе, в третьем, там написано, делайте все возможное для того, чтобы было духовное единство. Мы должны что-то делать. Мы должны что-то делать. Единство не приходит автоматически. Единство не приходит автоматически. Понимаете? Единство это не то, когда один сказал, и другие все промолчали, и ну ладно, окей, так пойдет. Единство это не то, когда мы все видим одно, через то, что мы все в одном духе, и мы все в одном теле, с одной верой. У нас появляются одни мысли, одни цели, и мы все вместе идем к этому. И каждый для этого что-то делает. Активное участие в этом. Понимаете? И Бог действует через все и во всем написано здесь. Никто из нас здесь не лишний. И никто здесь не бездейственный. И никто здесь не бездейственный. Если ты здесь, значит Бог тебя использует. И Он хочет тебя использовать более. Каждому из нас дана Благодать по мере Дара Христова. Я проповедовал об этом в прошлом году. О мере Благодати, которая дана каждому из нас. О мере Благодати, которая дана каждому из нас. Помните вы, нет, не знаю, но где есть, что да? Что каждому из нас дана Благодать. И каждому из нас будет Благодать. Бог излил что-то в нас, чтобы мы этим служили для наседания Церкви. Поэтому и сказано, Он поднялся на высоту, пленил пленных и дал дары людям. Поднялся означает не что иное, как то, что Он прежде спускался вниз на землю. И этот спустившийся и есть тот самый, который поднялся выше небес, чтобы наполнить собой всю Вселенную. Апостол Павел коротко опять напоминает нам божественный план, его глобальный план, который он преследует. Он спустился на эту землю, он завоевал, он забрал всю власть дьявола, поднялся на небо, сядь к Отцу, и он наполняет собой теперь всю Вселенную. Через нас, через Церковь. Он говорит, я даю вам ключи. Он дает нам способность делать, через его дух, через его имя, совершать его работу здесь на земле. Он дал нам дары, как мы почитали. То есть мы снаряженные чем-то. Мы не просто так, да? Чтобы наполнить всю Вселенную. Люди уже на Марс там прицелились. Наверное, будут там евангелизированы скоро. Ну, написано всю Вселенную, значит, не только Землю. И одиннадцатый стих. Он дал одним быть апостолами, другим пророками, третьим проповедниками радостной вести, четвертым быть пастырями и учителями, чтобы приготовить святых к делу служения для созидания Тела Христа, до тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, пока не достигнем духовной зрелости и пока не будем подобны Христу, в котором полнота совершенства. Вот, да. Добро пожаловать в Казахстан! 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 Пророки. Те люди, через которых Бог открывает, что будет дальше. Те люди, где Бог дает возможность видеть, что будет происходить, что правильно в сегодняшнее время, как себя вести, что предпринимать. Затем Евангелисты, это проповедник радостной вести, как здесь написано, нет, нет, проповедник радостной вести, т.е. люди, которые идут и приобретают новых людей к церкви, привлекают, призывают. Четвертым, это пастырь и учитель, пятый. Причем пастырь и учитель, это может быть все в одном. Это часто так совпадает, что дар пастыра и учитель, он как бы в одном. То есть это структура, которая необходима. Мы с вами читали, по-моему, во второй главе, это было в Ефесянам, что основанием церкви являются апостолы и пророки, краеугольным камнем основания же является Иисус Христос. И мы в 2. капитале, когда мы это смотрели, мы также видим, что это фундамент из церкви, из апостола и пророки, с тем Экстен, который Иисус Христос является. Помните еще? Помните еще? Хорошо. Очень хорошо. Для чего все это? Для чего вся эта структура? Бог не хочет сделать что-то сложное. Он, наоборот, хочет принести структуру, для того, чтобы стало проще. Во всем есть структура. В семье есть структура. На работе есть структура. В школе есть структура. В любой какой-то организации или там, я не знаю, в феррайн. Неважно что, есть везде структура. Есть... Поставлен кто-то в управление или несколько человек. Это старейшин, которые как бы управляют. Они распределяют и распределяют для того, чтобы все работало. То есть церковь, она как бы подразделяется на определенные пункты, на определенные служения. И над каждым служением находится ответственный человек. Не для того, чтобы он был во всем виноват. Если что-то пошло не так. Ну, такое часто в мире бывает. И иногда тоже в церковь такое приходит. Но это не есть цель. Но кто-то берет на себя ответственность. Потому что пастор не может за все отвечать. У него голова просто лопается от всей этой информации, от всей этой вот, ну, все, что нужно. Это так много, вы даже себе представить не можете. Это так много информации, так много динствия, так много отдельностей, которые просто verrückt делают. Ты иногда думаешь, что голова лопнет просто всего, что надо. Поэтому какое-то служение, оно как бы подразделяется и кто-то становится ответственным для того, чтобы просто, ну, наблюдать, управлять, делегировать также власть другим, чтобы кто-то вместе исполнял то, что нужно сделать. Это не значит то, что теперь этот человек все должен делать с собой. Почему люди боятся иногда взять на себя ответственность? Они думают, что, а, потом я всегда должен это все один делать и я потом буду виноват. И вот, ну, такие, страх перед ответственностью. sie bekommen einfach Angst über die Verantwortung, weil sie zweifeln, sie überlegen sich, oh, wenn ich dann das machen werde, dann, wenn ich Fehler mache, bin ich dafür schuld, und wenn ich Probleme habe, wird mir keiner helfen dabei. Es kommt diese Angst. И это ложь. В церкви не должно быть такого. В церкви каждый, у кого есть какая-то проблема или трудность, он с чем-то не справляется, ему должны помочь другие. Это есть сохранять единство в союзе мира, быть всем вместе, везде и во всем. Очень простой пример. Ein einfaches Beispiel. Катя перенесла на себя ответственность, следить за тем, чтобы у нас вода была. И она это очень хорошо делает. Еще ни разу не было того, что не было водой. Это очень здорово. И она не должна это делать всегда сама. Иногда ей помогает Ханна. Иногда помогает Даниль. Когда они приезжают сюда, помогают, выгружают. То есть она не делает это все сама. Но она ответственная. Она идет и смотрит, есть ли у нас там еще вода или нет. И мне это очень сильно помогает. Я не должен свою голову напрягать еще вот в эту сферу, понимаете. Потому что Дьявол пытается забить голову для того, чтобы я не мог думать в Иисусе, в Духе, понимаете. Вот этими бытовыми вещами, в которых нет ничего плохого, это все хорошо, но все хорошо. Нужно думать, у тебя просто нет свободного места для того, чтобы потом размышлять потом над Божьим Словом. Но неудачно, чтобы я не думал, потому что, если бы он так много и маленьких вещей, чтобы он думать, и он со всеми неприятными вещами, то он просто неудачно, он сходит этот想法, что ему должны начать, чтобы говорить в Боге, чтобы говорить в Бога. Поэтому какие-то вещи, мы хотим, вот сейчас у нас будет новое здание, мы входим в такое новое время, можно сказать, да, И мы хотим смотреть, что мы можем кому delegировать. И мы будем пробовать отдавать. И мы будем разговаривать, кто что может, кто что хочет, кто готов взять. Ответственность на себя, учитывая дары и таланты, как мы здесь читали, что дана мера благодати, даны дары и таланты. Будем это все учитывать и будем просто вести беседы, кто что может взять на себя. И взять это под свою ответственность так, чтобы мы просто помогали, направляли поначалу. Или если вдруг что-то непонятно, к нам всегда можно обратиться. Но чтобы человек самостоятельно вел эту часть. И это не означает, как я уже сказал, что человек должен делать все сам. И это не означает, что это служение будет навечно домой этому человеку. Очень часто человек переходит от одного служения к другому. Ну, об этом мы поговорим как-нибудь в следующий раз. Ааа, для чего все это, вот эти вот пять основных служений? В 12 стихе написано, чтобы приготовить святых к делу служения для созидания Тела Христа. Очень важно. Очень важно. Sehr wichtig dieser пункт. Здесь опять две части ответственности. Две части как бы участия. Hier sind wieder zwei Teile vorhandene, die miteinander funktionieren. Первая это вот эти пять служителей. Или, может быть, в одном служителе совмещаются два из этих служителей, но они не должны быть в форме человеческой, потому что один человек может также несколько динствовать. Они несут ответственность за то, чтобы они наставляли и учили других людей. Просто пример из моей жизни. У нас очень много работы сейчас. Мы несколько баустелин начали так, немножко, может быть, может быть, не совсем правильно, но как есть, так есть. Vielleicht nicht so ganz fachlich richtig, aber so, wie es ist, so ist es halt. Но одна сестра мне звонит и просит прийти к ней, потому что у нее проблемы с сыном, и он, ну, может быть, готов покаяться при Боге. Мы верим, что так будет. Здесь включается моя ответственность как одного из этих пяти служителей. И она важнее всех остальных. И с этой строительной не случится ничего не случится. Она может еще неделю стоять, месяц, год. И я не могу сказать, подожди месяц, я сейчас доделаю свою строку и потом приду, чтобы тебе служить. Это моя ответственность, его ответственность, позволить мне служить ему, принимать служение от меня. Не отвергнуть, не сказать, а кто ты здесь такой, я и так все знаю. И я не знаю, чему ты можешь меня научить, что ты можешь меня научить. Знаете, очень много камней преткновения у людей, которые, ну, наставляются, научаются. То есть, получается так, что здесь обе части должны исполнять свою ответственность при Боге. То есть, тот, кто наставляет, учит, ну, взращивает, он должен делать качественно свою работу. И тот, кто наставляет, тот, кто научает, он тоже должен исполнить часть своей ответственности. Для чего? Для того, чтобы люди были приготовлены для служения, для созидания церкви. До тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, пока не достигнем духовной зрелости и пока не будем подобный Христу, в котором полнота совершенствует. То есть, это также часть нашей работы для того, чтобы строилось это единство в духе мира, в мире имеется в виду Frieden. И мы все возрастаем в единстве в вере, то, о чем я ранее, ну, до этого говорил, что наша вера начинает работать как одно. Не каждый видит по-своему, не каждый верит там во что-то, где он что-то где-то увидел. А мы все в одной команде движемся к одной цели и у нас появляется одна вера в одном духе. И в познании Сына Божьего. То есть, каждый должен познавать лично Сына Божьего, Иисуса. Также имеет в виду вот это коллективное познание, что Иисус имеет для нас с вами, для всех, как для Церкви. Но также также имеет эту общую vision, которую мы в цели имеем в виду, что Иисус имеет для этого, что Он видит в нас, что Он видит в нас. Иногда, знаете, получается, служение в служении. Oft, вы знаете, gibt es den Диенст, им Диенст. Человеку высвободили сферу, где он может двигаться, служить, что-то делать. Он hat einem Menschen den Диенст gegeben, man hat им die Verantwortung gegeben, die Freiheit. Но он не находится в команде. Но он не находится в виду, которое Бог дал для Церкви. Он не находится в виду, которое Бог дал для Церкви. Визион. У него всегда есть что-то свое. Он где-то там что-то увидел, услышал, на одной конференции, на другой. И он начинает строить то, что не вложено Богом в Церковь, понимаете? Потому что для каждого есть определенное видение, определенное задание, определенная стройка, да? Помните, мы читали на домашней группе вот это местописание, где, как его звали, пришел строить стену иерусалимскую, которая была разрушена. Помните, да, где разрушены были ворота, стены, и они строили? И Неемия, да, спасибо, Неемия его звали, Неемия. И ему Бог дал конкретное видение. Он прошелся, увидел, посмотрел, и у него был план, как нужно это сделать. И затем он начал руководить, он начал делегировать, он начал давать людям. Ты строишь эту часть, ты строишь эту часть, ты строишь эту часть. И каждый делал то, что ему было правильно. Эти не пошли сюда, потому что им здесь больше понравилось, понимаете? Эти люди не пошли сюда, потому что им здесь больше понравилось, понимаете? То есть, ну, во всем этом есть смысл, во всем этом есть Божий порядок, без которого ничего не может быть. И доколе должно быть вот это вот наставление, учение, совместное такое вот, ну, когда один взращивает другого, да, здесь же об этом идет речь. То есть, докуда должно это, как долго, да, как долго нам нужно быть взращиваемыми вот этими апостолами, пастырями, пророками, да? То есть, доколе не достигнем духовной зрелости и пока не будем подобным Христу, в котором полнотастливы счастливы. Почему до сюда? Я думаю, что с этого момента человек будет выслан. Потому что я думаю, что до этого момента, когда каждый один из этого момента достигает, то будет этот человек продолжать, он будет где-то уже лейтером какой-то другой церкви. Понимаете? Это не значит, что он потом никому не должен подчиняться и делать все, что он хочет. Но, если он достигнет духовной зрелости и будет подобен Христу, то все остальное будет на своем месте. Кстати, здесь очень важно, что означает духовная зрелость. Потому что некоторые думают, что если человек в костюме с чемоданчиком, с Библией под мышкой, и он каждое воскресенье приходит и проповедует, то значит он достиг духовной зрелости. Он знает Библию, проповедует хорошо, но здесь так не написано. Здесь написано, пока мы не будем подобны Христу. Здесь написано, пока мы не будем подобны Христу. Подобны Христу, то есть похожи. Когда мы не будем подобны Христу, пока мы не будем подобны Христу. Когда мы зрелые, когда характер Иисуса начинает нас проявляться. Когда у нас есть жертвенность. Когда мы друг друга с любовью принимаем. Когда мы в кротости, в смирении, о чем мы до этого читаем. Когда мы в фриде, в фриде, в гидуле, в гидуле, в гидуле. Вот это и есть достижение. Это и есть достижение. И тогда мы уже не будем малыми детьми, колеблемыми волнами и носимыми ветрами разных учений, которые делают нас жертвами хитрых обманщиков, вводящих людей в заблуждение. Но, говоря с любовью истинно, мы будем возрастать во всем, отражая характер Христа, который является главой, и благодаря которому все тело соединено и скреплено всевозможными связями, и все части его выполняют каждая свою функцию, и при этом все тело возрастает и созидается в любви. То есть, дети, они всегда где-то носимые, ветром. Сегодня там что-то услышали, это их так, wow, дозволило, куда-то на что-то направило, они побежали, ничего не принесло, результата нету. А, нет, не надо, другое побежали делать. Это есть вот эти хитрые обманщики, которые вводят в заблуждение, заблуждение-то блуждать туда-сюда и ничего никогда не достигнуть. И ничего не достигают, это есть цель дьявола. Но мы будем возрастать во всем, отражая характер Христа, написано, и говорить друг другу истину с любовью. Wir wollen die Wahrheit in der Liebe leben und bis zu der Ebene von Christus hineinweisen, den Charakter von ihm, который является главой Тела. Знаешь, мое Тело делает то, что говорит ему моя Глава. Понимаете? То есть, по человеку видно, есть ли над ним глава Христов. Потому что, ну, некоторые делают вещи, которые, ну, никак глава не Христов этим делает. Понятно, что есть момент детства, возрастания, этому всему не существует. Но когда идет деградация, то, как всегда, как я всегда и всем говорю, проблема всех, как бы причина всех проблем, нет близости с Богом, нет соединения, нет контакта. Потому что, если ты под главой Христов, потому что, если ты под главой Христов, глава будет тебя вести, будет тебя направлять, и он ведет меня к злачным пожитиям, к водам тихим, а не куда-то в беду, в кухом. И его характер будет отражаться во мне. И тело будет соединено друг с другом. Оно не будет разбросано по всей Земле. Они будут взаимосвязаны, скреплены. И каждая часть будет выполнять свою функцию. Это то, куда хочет нас вести Иисус. Чтобы мы, Его тело, стали каждый выполнять свою функцию. Каждая часть тела. И тогда начнет тело возрастать и созидаться в любви. Поэтому я заявляю и настаиваю ради Господа, перестаньте жить, как язычники, чьи мысли пусты. Поэтому я требую вас в названии этого Бога, который не живет. Не живет больше, как люди, которые Бог не знают. Их думает, что их право ведет в лею. Потому что их сознание помрачено. Они отчуждены от жизни, которую дает Бог. Из-за их духовной слепоты, произошедшей под червстости их сердец. 18. Ihr Verstand ist verdunкнут. Они wissen nicht, was es bedeutet, mit Christus zu leben, и ihre Herzen sind hart und gleichгültig. Потеряв всякую чувствительность, они предаются разврату, с ненасытностью погрязая во всякой нечистоте. Ihr Gewissen ist abgestumpft. Deshalb leben sie ihre Leidenschaften aus. Sie sind züglos und in ihrer Habgier unersetlich. Это объясняет вот этот процесс деградации, о котором я говорил. Во-первых, он говорит, перестаньте жить как язычники, то есть как люди, которые не знают Бога. Их мысли пусты, то есть все начинается вот здесь. Я мыслях. Почему вот я говорю, этот пример я привел, с тем, что мне нужно высвободить мои мысли для Бога. Потому что я хочу, чтобы мои мысли были не только заполнены вот этой суетой и повседневной бытовой какой-то вот вознёй такой, ну, правильной может быть даже. Я не хочу, чтобы все маленькие, которые в этом месте, мои Gedanken обступят. Мои мысли должны быть наполнены Богом. Это очень важно. В этом жизни, в этом соединении с Богом происходит. Мой понимание должно быть влюблено с Богом, с его планом. Потому что если этого не происходит, в 18 стихе написано, их сознание помрачено, тьма приходит. Приходит темнота, неспособность видеть. И они отчуждены от жизни, отделенные, оторванные. Они оторваны от этой жизни. Здесь происходит отделение. Когда мои мысли заняты чем-то вместо Христа. И приводит их в состояние духовной слепоты, потому что сердце их становится черствым. Когда ты не питаешь свои мысли Божьим Словом, которое не проникает потом в твое сердце, сердце ожесточается, становится твердым, жестким. Потому что мысли не наполняют Божьим Словом. И это не опускается в их сердце. Наше сердце живое, и оно только потому, что мы имеем соединение с Богом, и через Божье Слово наполняем наше сердце. И это происходит через наши мысли, через то, что мы читаем, через то, что мы слушаем. Понимаете? Это начинает наполнять наше сердце. И наше сердце становится мягким, живым. И если наши мысли постоянно заняты суетой, наше сердце становится жестким. Из-за этого теряется чувствительность. Мы не можем чувствовать. И человек начинает предаваться разврату и погрязает во всякой нечистоте. В девятнадцатом стихе. И что, то есть все начинается с мыслей. Мне нужно заполнять мысли Божьим Словом. Так, чтобы оно опускалось в мое сердце. Чтобы оно изменяло меня внутри. Преображало меня в характер Христа. Дальше он говорит. Но вы не так узнали Христа. Без сомнения, вы слышали о Нем и были научены истине, поскольку истина заключена в Иисусе. Вас учили тому, чтобы вы оставили прежний образ жизни, свойственный вашей старой природе, разлагающийся из своих обманчивых низменных желаний. Но обновите вас образ мыслей, оденьтесь в новую природу, созданную по образу Бога, в истинную праведность и святость. Отложить старый образ ветхого человека, старую природу. Как это сделать? Как это узнать? Где во мне старая природа? Для этого тебе истина нужна, которая заключена в Иисусе. Божье Слово, живое Слово, которое себя даже обличает где-то. Он показывает, где моя проблема, где во мне старая природа. И старая природа, она не будет радоваться, когда ее начнут обличать. Всегда неприятный процесс. Но отложить этот образ, сказать, нет, я не буду в этом больше жить. И обновить образ мыслей. Мысли, опять, опять мысли. Чтобы образ Божий пришел внутрь нас. И тогда и будет эта истинная святость и праведность. Истинная святость и праведность. Истинная святость и праведность. Wahrheit. Гerechtigkeit, Heiligkeit и Wahrheit. Дея Вархет. Есть праведность и святость, но она не истинная. Истинная святость и праведность. Есть фарисеи, религиозные люди. Они святы с виду. Они даже не грешат, может быть. Понимаете? Но это не истинная святость и праведность. Потому что в них не отразился Христос. В момент очень важные мысли. Ловите это. Это не из меня сейчас исходит. Это не из меня сейчас исходит. Пусть каждый из вас оставит ложь и говорит своим ближним правду, потому что мы все члены одного тела. Белюгт einander also не länger, sondern sagt die Wahrheit. Мы же как Христики, не нужна врать друг другу. Это очень важно. Это очень важно. Гневаясь не грешите, пусть ваш Гнев пройдет прежде, чем зайдет солнце. Не давайте Дьяволу место в вашей жизни. То есть человек может раздражаться, может гневаться, но без этого, к сожалению, никак. Der Mensch kann зорник sein, ohne dass geht das nicht. Да, раздражается. Man kann wut, wütend sein. Да. И нам нужно заботиться о том, чтобы это состояние оставило нас, ну, в ближайшее время. Здесь написано до захода солнца. Чтобы мы это зло не носили в своем сердце. Потому что это и есть давать место Дьяволу. Когда мы соглашаемся и остаемся злыми на кого-то, гневаемся, обидчивыми, обижаемся на кого-то, не прощаем, надумываюсь такие, а, вот он мне плохо сделал, буду теперь все время против него. Вот так. Больше с ним не буду разговаривать, не буду делать то, что он говорит, потому что он вот это, вот это не сделал. Это то, чем Дьявол разрушает единство в церкви. Подойди лучше и скажи, что было не так. Проси, почему так было сделано. Выясни это. Не надо носить внутри себя. Это Дьявол. Кто крал, пусть больше не крадет, а зарабатывает на жизнь своим трудом и делится с теми, кто в нужде. Не произносите никаких дурных слов, говорите лишь полезное для наседания, чтобы это приносило благодать слушающихся. Редет не schlecht вовремя, от всякой горечи в душе, от гнева, от ярости, от крика, от злословия и от всякого рода злобы. Всякого рода злоба должно быть искоренено из Церкви. Чтобы не было друг против друга каких-то там, ну, мысли, действий, манипуляции и так далее. Должна быть атмосфера любви. Будьте добры друг к другу, проявляйте сострадание, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Прощение – это ключ к жизни. Наш апостол очень хорошую проповедь проповедовал, мы слушали на прошлой неделе. Прощение – это ключ к благословенной жизни. Причем это как относится к тебе лично, тебя Христос простил. Для тебя это ключ к вечной жизни, жизни спасения, благословения. Это твой ключ. Но также прощение по отношению к другим людям – это тоже ключ для твоей свободы. Потому что вне прощения поселяется вот это зло, горечь и все остальное, что начинает разъедать человека изнутри. Потому что вне прощения то, как и Бог во Христе простил вас. У нас сегодня хлебоприловление. Мы будем молиться и принимать хлеб и вино. Мы еще поклонимся от песни одной. И будем молиться в этом ключе. И мы будем в целом контексте в тело Христа для этого он умер на кресте, для того, чтобы принять нас к себе, для того, чтобы принять нас к себе и собрать нас под своей главой, в церкви, в обществе, чтобы мы были одним телом в нем. И чтобы мы преображались в образ Христа. В его порядке, в его структуре, под его управлением. И чтобы всякая горечь ушла от нас. Чтобы каждый простил друг другу. Знаете, эти вещи зло любого рода. Непрощение, обида на кого-то. Это часть дьявола. Как мы здесь прочитали, когда мы даем ему часть, позволяем ему прийти в наше сердце. Он приносит с собой темноту и холодность. Это его природа. Если Бог есть свет, тепло, любовь, огонь Духа Святого, то дьявол приносит тьму. Он угощает это все. Именно через эти вещи. И когда наше сердце становится холодным, мы не можем принимать любовь к Божию. Знаете, я на работе всю неделю делал такую странную вещь. Я же сначала не поймал, зачем я это делал. Я нагревал такую желеобразную такую массу, нагревал в печке при 150 градусах до того, как она становилась жидкой и потом заливал это в форму. Там в форме была такая спираль из трубки. Ну, это не важно, как бы. И мне приходилось эту форму тоже нагревать в печке. Потому что если форма была холодной, когда я начинал заливать эту горячую массу в форму, она, соприкасаясь с формой, застывала и внизу уже было пустое место, оно не могло протекать туда. И Бог, так знаете, напомнил мне местописание. Он говорит, что любовь Бога Отца излилась в наших сердцах. Но если наше сердце холодное, любовь не может течь. Почему Бог говорит, чтобы мы пламенели духом, чтобы мы были горячими христианами. Потому что иначе Бог изливает любовь. И она горячая, она его. Но то, что наше сердце холодное, любовь замерзает в начале нашего сердца и не может проникнуть в нас больше. Именно вот из-за этих вещей, о которых мы читали сегодня, произносить дурные слова, обманывать горечь в душе, гнев, ярость, обиды друг на друга. Это все остушает наше сердце. Это огорчает Духа Святого. И его огонь не может разогревать наше сердце. Поэтому давайте мы сегодня направим вот нас на вот это действие, чтобы избавиться от всего, что делает нас холодными. Поэтому richten wir uns в diese Einstellung, не mehr diese Feindseligkeit и будем просить, чтобы Дух Святой еще больше зажег наше сердце. И мы можем попросить, чтобы Дух Святой еще больше зажег наше сердце. И пусть причастие нам поможет сегодня, этот хлеб, это вино, эта сила Божия, которая совершает ту работу, которую Иисус хочет совершать для нас. Давайте мы поклонимся еще одной песни.